Впервые в жизни собираю с фонарем грибы. Никогда такого еще не было, очень раннее утро и вот такие вот грибочки. Этот потресканный гриб это не что иное как белый, да вы не поверите, это самый ранний белый гриб. В такое время все грибы червивые, вот все, крайне редко в такое время можно найти не червивый белый гриб. Видите, здесь червивость приемлемая, так как я червивость не люблю, я ее убираю. И все, и оставляем первый грибочек. Вот, а это реально огромный, если сравнить с ножиком, то действительно такой вот массивный гриб и шляпка уже потрескалась. То есть очень-очень сухо. Дожди закончились всего недельку назад. Вот такой вот огромный гриб успел вырасти и уже даже потрескаться. Ну конечно же видно сразу, что он у нас с жителями. Но ничего, до шляпки не добрались. Вот этот вот грибочек мелкий, это у нас мухомор серо-розовый. Конечно же это видно по червоточинам. Но я почему-то сразу не переворачиваю. Я почему-то очень сильно люблю смотреть на вот эту кожицу под шляпкой. А вот рядышком совсем-совсем еще крошечный. И поверьте, он тоже будет уже червивый. Вот так вот себя ведут мухоморы серо-розовые. Аж до самой шляпки. Вот даже если мы разрежем, вот даже здесь червивый. Я найду побольше и покажу вам, что там такое за колечко, по которому я определяю этот мухомор. Может это удастся отодвинуть. И все-таки здесь видно, как оставляют борозды. Вот эти вот пластинки оставляют борозды на вот этом вот колечке, которое потом опустится на ножку. Вот так вот мухомор серо-розовый легко отличить. Ну вот сейчас все остается здесь. Где мы собираем белое? Это дубовая посадочка. Дубы. Одни дубы. И вот именно под ними, под этой сухой листвой, сейчас встречается белый гриб. Всем грибной привет! Наконец-то посветлела. Я могу с вами поздороваться. Сегодня мы находимся вот недалеко от города Киева. В поиске белых грибов. Потому что они уже пошли, а я их еще в глаза не видела. Ну и посмотрим, что еще растет. А знаете, что еще проявилось? Комары. Мне конечно нравятся эти первые белые грибы, которые называются Боровик сетчатый. От того, что у него на ножке вот такая вот сеточка. Видите? Вот их вырываешь с землей, руки сразу грязные. И шляпка. Но она более светлая. То есть темной шляпки практически не бывает. Так вот они червивые, трескаются червивые. Это как бы не очень хорошо, но что поделаешь. Такие первые белые грибы. Пахнут первые белые грибы изумительно. Вот я равнодушна конечно к белым грибам. Серьезно. Мне больше нравятся пластинчатые грибы. А вот эти грибы меня впечатляют своим запахом. Вот. Они всегда червивые. И я их срезаю. Я не люблю нести домой то, что с червяками. Многие берут красивые эти грибочки, кладут себе в корзинку и выглядит это завораживающе. Словно какая-то картина. А у меня вот такие вот всегда огрызки. Потому что я не несу червячки домой. Мелкая червивость это не страшно. Там и червячки вымываются и для сушки они подходят. Ну вот такие вот белые первые грибы. Июнь Украины. И вот буквально разворачиваясь в другую сторону и вот еще один гриб. Тоже маленький. И чтобы вы даже и не подумали. Обязательно уже полностью полностью червивый. Видите какой. Вот. И не важно, что он маленький. Вот. Его размер может быть совсем-совсем крошечный, а он все равно будет червивым. Очень удивительный момент это собирательство белых грибов. Особенно которые растут сейчас. Видите? Весь потресканный. Красивый. Посмотрите на его гиминофор. Нижняя часть светлая. Трубочки вот это мелкие-мелкие. Их даже даже плохо разглядеть можно. Такая вот гладкая шляпка. Трещины не обязательны, но могут быть. И после пары движений ножом остается вот такая ножка. Правда с мелкой червивостью. Видите? Боровик сетчатый, потому что сеточка. У вот этих ранних белых грибов есть очень интересный сосед. Называется мухомор серо-розовый. То есть сейчас здесь в посадке встречаются маленькие и старые мухоморы серо-розовые. Что это означает? Если вы нашли эти грибы, смотрим мухоморы серо-розовые. Ну если они вам нравятся. Или если вы нашли мухоморы серо-розовые, смотрим эти грибы. У меня есть вз擠. И вам нужно помнить их. Вы перейти. Рецепт. Их перейти. Грибы. Симон. Грибинь. Ихали. Возьмите. Насчет червивости белых грибов. Как рассказывал Русик с канала Грибалка, что он был в Яремче, ну это у нас в Карпатах, и такие грибы там продаются. Представляете, люди их собирают и продают туристам, просто интересующимся грибами людям, для того, чтобы они их просто привезли домой, приготовили или засушили. Вот такая вот история. Поэтому легкую червивость я возьму. Смотрите, какой хороший, толстенький весь боровичок. И ножкой. Такая вся сетчатая, и шляпка даже немножко потемнела. Такая-то. Такая-то. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А из-за того, что здесь есть червячки, грибы нужно на пару часов намочить солью. В грибах, в конструкции самих грибов содержится такое вещество как хитин. С него состоят еще оболочки насекомых, вот те, которые твердые. И для того, чтобы получить хоть какую-то пользу из гриба, его нужно высушить и перемолоть в порошок. Вот уже в перемолотом состоянии мы получаем с гриба какую-то пользу. Поэтому вот такие червивые грибочки лучше всего порезать на небольшие тонкие пластины и высушить в электрической сушилке, а потом перемолоть в порошок. Видите, шляпка была чистая. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok